Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Волжская коммуналка». Я Антон Анисимов. Сегодня расскажу вам о том, как люди выживают в условиях ужасной коммунальной пустыни. В Куйбышевском районе Самара обнаружена самая настоящая коммунальная пустыня. Дело в том, что несколько относительно новых домов, стоящих возле железной дороги и заброшенных складов, вот уже пару лет тщетно ожидают внимания управляющей компанией и коммунальных служб. О том, как не остаться в стороне – следующий сюжет. Эти дома на улице Новокомсомольской стоят немного в стороне от основной части микрорайона. На землях бывшего совхоза «Волгарь». Жители заселялись в 2010 году, и тогда застройщик обещал им развивать местную инфраструктуру. Даже детскую площадку во дворе поставили. И действительно, в полисадниках выцедали цветы, и постепенно дворы стали приятным местом отдыха. Но опять же, лишь благодаря стараниям самих местных жителей. А вот окружающая территория так и осталась неблагоустроенной и даже опасной. Вокруг только камни, бурьян, заброшенные склады, вагончики, весовой контроль и всего одна, но забытая всеми коммунальщиками дорога. Когда строили дома, положили дорогу. Дома построили, люди заселились, а дорога стала никому не нужна. То есть, ну, сами видите, что она бесхозная. Не убирается, люк открытый, отбитый. Каждое утро школьников отсюда забирает автобус. Остановка находится на расстоянии полукилометра от дома. Добраться до нее детям, особенно осенью и весной, почти невозможно. Школьникам приходится выбирать между каменно-земляными тропинками или опасная асфальтированная дорога. Остановка у нас вот здесь. То есть, вот эта сейчас машина, она нам мешает. То есть, здесь нету навеса. Когда здесь дети идут по грязи, значит, пока не дойдут до этого, они все в грязи. Проблема у нас. Навеса никакого нет. То есть, здесь под дождем, под снегом дети стоят, мерзнут по часу, по 40 минут. Потому что автобус иногда опаздывает. Бывали, сбивали вот на этой территории, то есть, дороге ребенка. То есть, вот. И чуть дальше тоже сбивали на велосипеде шестилетнего мальчика. Тропинки к остановке жители проложили сами. Во время дождя землю размывает, а старый асфальт и щебень – единственное, что спасает жителей от принятия неожиданных грязевых процедур. Это вот наша дорога жизни. Мы сами проложили. У нас асфальт меняли, мы сами, вот, мужья, мы вот выходили, выкладывали эту дорогу, чтобы пройти по ней. Ну, не по грязи, а именно вот здесь. Потому что здесь напрямую прям выходим мы к остановке. Еще одной проблемой для местных жителей является близость к железной дороге и старым складским помещениям. Качели, карусели, горки – извлечения для тех, кто помладше. Подросткам же просто некуда идти. До ближайшей спортплощадки, как говорится, 3 километра с препятствиями. И вдохновленная компьютерными играми ребятня выбирает для игры войнушку и казаки-разбойники, ничем не огражденные склады совхоза «Волгарь». И также совершенно открытые пути железной дороги. Рядом с домами проходит железная дорога. Она никакими, я считаю, никакими экранами не отгрожена от нас. Кроме уровня шума, здесь еще есть возможность, что дети, которым, в общем-то, фактически играть негде, они могут на ту же дорогу попасть. Ограждений, как таковое препятствие для попадания детей на железную дорогу, кроме родительских наказов, у них нет. Поэтому вот живем и боимся. А еще в этом году жильцы празднуют пятилетний юбилей дома. В подарок жильцам дом на этот праздник уже приготовил подарки. Оторванные козырьки подъезда и листы утепления, осыпавшаяся штукатурка и огромная межсекционная домовая трещина. Ожидается приезд почетных гостей праздника, представителей управляющей компанией «Славянка». По словам жильцов, в последнее время они нечасто доходили сюда. Но к такому празднику обещали быть. Тем более, что скоро заканчивается срок договора на обслуживание. А лакомый кусок жилфонда бросать не хочется. Зимой, осенью, весной жалуются, что там сквозит. У некоторых квартир есть на стенах плесень. Тоже управляющая компания никаких действий не предпринимала к починке. Обращали в жильчинную инспекцию, она выносила предписания. Но тоже предписания оставались без действий. Сейчас управляющая компания «Славянка» банкротится. На ее место приходит ее дочка по слухам. Ну, так понимаю, что люди остаются те же, а проблема, она как бы с ними же и остается. Волжская коммуналка попыталась выяснить в управляющей компании «Славянка», когда же на жалобы жильцов последует пусть и запоздалая, но долгожданная реакция. Но, видимо, буквально все сотрудники этой управляющей компании трудятся в поте лица на неведомых подшифных территориях. Не появляясь в офисе, так как ни по одному из телефонов «Славянки», указанных на официальном сайте, в течение двух дней нам дозвониться не удалось. Ответа не последовало. Ну, а пока жильцы ждут гостей из управляющей компании, трещины продолжают увеличиваться, а штукатурка осыпаться. Люди сами пытаются как-то навести коммунальный порядок. Латаю, чинят и за детьми присматривают, чтобы в незакрытые световые шахты цокольного этажа, не дай бог, не свалились. Вообще, конечно, жителями так называемого «Старого Волгаря» поступили не очень честно. Пять лет назад и не очень честно поступают сейчас. Застройщик сдал жилой микрорайон, этот жилой квартал, и не благоустроил близлежащую территорию. До остановки дойти без приключений невозможно. Вокруг какое-то тотальное неблагоустройство. Управляющая компания «Славянка» управляет этими домами, но только на словах. Сейчас, как члены общественного совета, стараемся погружаться во все эти проблемы и вместе с жильцами как-то будем находить пути к решению вместе с администрацией, вместе с властями и с коммунальщиками. Теперь вся надежда на членов общественного совета, которые должны помочь решить накопившиеся проблемы. В администрацию района и соответствующие службы активистами уже направлено коллективное письмо с сотней подписей, где описаны самые вопиющие случаи небогоустройства. И выдвинуто законное требование обратить внимание на нужды жителей Старого Нового Волгаря. Ворская коммуналка будет следить за развитием событий на этой территории. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Не теряйте чувство ответственности в житейском и в коммунальном смысле. И, конечно, держитесь, люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова